Валойки, Харьковская область, а вы? Понятно, Россия можно было не добавлять, Россия нужно добавлять, когда называете Москва, Санкт-Петербург, почему? Ну, знаете, надо у вас спросить, у чего у вас такое мнение? Многие логичные, потому что Москва есть не только в России, в Штатах есть порядка пяти городов с названием Москва и порядка семи городов с названием Санкт-Петербург, а Новосибирск только в России Круто Ясно, вы блогер, стример или регуляр юзер? Блогер, стример, знаю такие названия, а последнее какое было? Ну, простой юзер Да Я понял вас, да Я блогеров еще хочу попасть на YouTube, ну ладно, с вами побеседую У вас, вы на какие темы беседуете, может вопросы у вас интересные есть? Слушайте, я, кстати, с человеком с этим разговаривал, он такой интересный вопрос задал, вы верите в коронавирус? В таком смысле, это все хорошо сказать, вы верите в грипп или верите в ангину? Как-то странный вопрос Нет Нет Это болезнь, в наличии вере То есть, например, такое же мнение, как то у меня тут, что то, что он из себя представляет, больше всего разду до СМИ Да, конечно Или вы верите, там, в враг или, там, в триппер Нет Ну, имело свету, как бы, когда он меня спрашивал, а это вопрос знал Именно в той форме, в том виде, в котором его описывают все СМИ и наши власти все Ну, я вас понял, я вас понял Если хотите, заходите на мой канал, дать вам название Нельзя понять, вы в какую точку зрения придерживаете на все эти события, которые сейчас происходят в житерии в Париже? Как я отношусь к войне, что ли? Нужно начинать было, ну, или к операции Нужно было начинать, и это в четырнадцатом году, вот так и отношусь Как к запоздалому решению Согласен Ну, и само проведение меня не очень не устраивает То, что вот Харьков бомбят Категорически согласен Там не только Россия бомбит, конечно Но и ВСУшники Но все оно Они и Харьковского кирпича не стоят Эти всякие там ВСУшники ВСУшники Черебороновская шваль Слушай, скажи что там, пожалуйста Именно потому, что прилеты Что многие стали против России Ну, далеко не все Ну, и я служил именно по чат-рулетке Я не говорю, что все игры именно в чат-рулетке В чат-рулетке они могут называться Харьковчанами Вы посмотрите мой плейлист Называется Липовый Харьковчанин Угу Ну, хорошо, обязательно Как отличить Вы чьих блогеров ищете? Да я пошутил Я разных еще В данном случае российских Когда под Украину хожу Когда под Россией хожу Украинских еще У меня есть плейлиста И украинские, и российские Увидите по плейлистам Понятно А как вы думаете, чем закончится эта операция В итоге? В каких границах, по-вашему, останется Украина? Ну, мое мнение Не знаю, мнение, как бы Люди для желания, как это правильно Я думаю, что Наверное, где-то под Днепру Под Днепру То есть Одесса останется в Украине, да? Да, нет, как бы Юг-то забрал По-хорошему, как бы, если с практической точки зрения Ну, да Под Днепройто, да Под Днепройто, если очень повезет При таком ходе событий При таком низком задействовании Живой силы Всего 200 тысяч там против 500 Я думаю, что Хороший вариант Уже будет, если заберут Прямой ход на Крыму через Харьков-Александровск Современное Запорожье Уже хорошо А под Днепройто, да Это было бы отлично То есть город Днепр будет разделен на Город Екатеринославль И мысто Днепро по правому берегу Город Киев, соответственно На город Киев и мысто Киев По правому берегу Так что вот так Это, да, это неплохо было бы Это только наши мечты, как бы, или пожелания какие-то? Ну а вот прогнозы, чтобы спросил Пожелания понятны А прогнозы какие? Что вряд ли по Днепру Днепропетровская область, она все-таки останется в Украине Харьковская, я надеюсь, освободится Честно, я не знаю, что в головах у нас И как они наложили свои планы Точнее, будешь понимать, что Однозначно продумано несколько вариантов Отхода событий И какое они Выберут окончательным, я не понимаю Ну я вас понял, я вас понял Ну хорошо, спасибо за мнение Жду вас Жду вас на канале Подписывайтесь, пишите комменты Всех благ Верно, да я жалел, где диким хамом Их надо было в розыгрызть и в людьми В России, Карелия Карелия? Ага Да Понятно Еще что-нибудь расскажешь, интересно? Или, может, вопросы есть какие? Да нет, я хочу послушать Может, есть там вопросы у вас Ну, Карелии у меня особо нет вопросов Почему? Ну, ладно Ну, такие Раз Начал про войну У меня другие темы Раз начал про войну Давай В каких границах останется Украина После окончания этого военного конфликта? Как ты думаешь? Ну, западные три области Три области Польша А остальное все Россия Что, прямо и три области И что, черновцы России Что Ну, Львов-то имеешь в виду Луцк Польша Ну, я понял мысль, да Ну, у меня немножко поскромнее прогноз Левобережная будет под Россией Город Киев Ну, по началу, да Первые там пять-десять лет, да Да Будет вот так вот Ну, в итоге там лет через десять Давай подальше посмотрим Пятнадцать Вот так вот будет Как я сказал А там уже их на Старполя так воспитают Что они уже никогда не захотят в России Это сейчас пока еще Ну, я понял Ты, я вижу, грамотно рассуждаешь Хотя немножко гиперболизированно Спасибо за беседу Всех благ Естественно Этом перекрестке Праздникам ваш Спасибо Двадцать с третьего Знаете, какой праздник? День флага Какой день? День флага Ну, вообще, день Харькова Более важный праздник А вы День флага более важный Ну, вы откуда? Сегодня у нас день независимый Сегодня у нас день независимый Я в курсе, вы откуда? Где же вы? Я с Одессы, а вы? А я из Харьков Харьковской области Для меня, боже Вы в Торонто Вы мне не врите Ну, сейчас я в Торонто, да Зачем вам врать? В данный момент я в Торонто Я ж не отспариваю Я знаю, что вы в Торонто Нет, ну Для вас, может, день флага Более важный Для меня день Харькова 23-е более важный Ну, это дело вкуса Ну, ладно Вы На какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? Я беседую на темы русских оккупантов Ну, вопросы есть у вас по ретяме? Я не знаю, вы за Украину, за Россию, за что вы? Я за слабожанщину А, понятно А, адекватно? Ну, значит, такое слабожанщину? Вы хорошо знаете историю? Хорошо знаю Точно? Точно Что вас интересует? Я с Одессы Я с Одессы Я понял Что вас интересует по истории? Кто с Одессы? Узнаете? Знаю Кто? Основан Основан по указу Екатерины Второй А до того там был город Хаджубей Нет Ну, не город, а населенный пункт Вы не знаете, кто основал Одессу Вы не знаете эту тему Какие вопросы будут? Я вам сказал одну из версий У вас другая версия Нет Мне версии не интересны Я только факты и точные Я поэтому определяю, что я буду говорить с человеком Другая версия, что я основал Дерибас Разные версии есть Понятно Дерибас Хорошо, а кто основал Харьков? Харьков основан по указу царя Алексея Михайловича Понятно, а до него кто был? Что, кто был царем или кто был на месте Харькова? Нет, кто там жил, какой там был хутор, какой там замок Ничего не было Вот крепость Харьков Крепость основана в 1653 году по указу Алексея Михайловича Понятно При совке придумали версию, что якобы основал казак Харьков Но это при совке, чтобы оправдать то, что большевики Ленин и Троцкий засунули Харьков в Украину Вот чтобы это злодейство оправдать, придумали версию про казака Харьков Это совковая версия, если вы не в курсе Понятно Что, как думаете, Украина победит? Ну я вам так скажу Украина, каждая страна заявит, что она победит в итоге Что Россия, что Украина Знаете, вот, если вы историю знаете Была война 1812 года, знаете? Какая? Ну вот, хороший вопрос Это говорит о том, что вы знаете историю Кроме как война с Наполеоном Кроме как Кроме как война с... Я вам поясняю Скажите, какая война? Я скажу вам, знаю Я вас похвалил, значит Вы предполагаете, что было несколько войн, и вы абсолютно правы Я имею войну между Британией и Штатами Знаете, что была война между Британией и Штатами? Подождите, это была гражданская война Вот тут вы не знаете Гражданская война в Штатах была намного ранее Но не намного На несколько десятков лет Она была в 1770 каком-то году А война между Британией и Штатами Когда Британия пыталась восстановить господство над своей бывшей колонией Была в 1812 году С одной стороны Британия и Канады Почему здесь Украина? Я вас подвожу Вот в той войне, которая закончилась боевой ничьей Обе стороны заявили, что они победили Что Штаты заявили, что Британия заявила То же самое будет и здесь То же самое будет и здесь Россия отожмёт определённую территорию Скажут, что она освободила Они вернулись в родную гавань Украина сохранит Там Киевы, разные Винницы, возможно и Одессу Тоже заявят, что они отстояли свои территории Тоже заявят, что она победит Вот этим и закончится Понятно Вы тоже живёте в Канаде С пятого года Это мой прогноз Вы просто не знаете, что теперь творится в Украине И веяние этого не чувствуете Потому у вас такой прогноз Ну да Я после У нас сейчас другое время И как бы У нас сегодня президент такой, что чувствует, что народ хочет И народ как бы уже показывает, что он Ну президент ваш после визитов в Харьков откровенный подонок Знаете почему? Вы не говорите так, потому что я своего президента уважаю и люблю Я не оспариваю ваше право Это первый президент в 100 человек Я не оспариваю ваше право любить Но когда он приехал в Харьков, он показал дулю в восстановлении Харькова Сказал, изыскывайте деньги, а я буду гарантом В то же время каким-то киевским Ебиням, Ирпению и Буче он выделил 650 миллионов Покажите мне статью, где пишется, что он это все показал и сказал Гуглите интервью Зеленского-Терехова Ну, была пресс-конференция, Терехов там был, Синегубов и Зеленский Он за... Вот вы, наверное, смотрели, вы просто пропустили мышей, это вам не интересно Выделить ли он Харькову или нет деньги, а мне это важно Вам даже выгодно, чтоб не выделили, потому что тогда он выделит, может, в Одессе больше деньги или еще кому Но он выделил до этого, за два месяца до этого, Киевской области выделилось 650 миллионов Черниговской 350, Сумской 250 А Харькова показал дулю, сказал, изыскивайте деньги сами, а я буду гарантом Какой же у тебя гарант? Хорошо, вот у меня вот такой вопрос А наш президент это министр экономики? Ну, нет, поэтому странно, что он заявляет, что он кому будет выделять А у нас в стране какой лав? Как он? Президент все, и асфальт кладет? И деньги? Нет, конечно Нет, конечно Но он заявлял, что он будет выделять Почему вы были говорить, что такие странные Потому что он это заявлял Вот это и странно, что он заявлял Что он? Скажите его первые слова, которые были, я потом прочитаю Изыскывайте деньги на восстановление Харькова, а я буду гарантом Ну, это почти дословно Это он так сказал? Да Это видео есть Видеоконференция, да Видео найдено А, он сказал, ищите деньги Мы ничего не дадим, да? Изыск... нет, он ничего не дадим Он сказал, изыскывайте деньги, а я буду гарантом А между срок это читается, что я ничего не дам Он же не может так заявить, я ничего не дам Он же президент, вы же сами понимаете Хорошо, а как вы насчет той новости, что есть европейские страны, которые обязались там восстановить Там Киевскую область, там взяли финны, там вот немцы взяли там в Чернигове Вот я вам скажу, что в Харькове тоже есть страна, которая взялась... Прекрасно относить, даже более того, это страна из США Это не только США Ну вот Это Австрия, во-первых Да, но если Харьков освободится от Украины, если он будет независимым, возможно США будет помогать Если будет независимая слабожанщина Потому что выгодно штатам иметь еще государство слабожанщина в сфере своей орбиты Сами понимаете А если Россия заберет Харьков, тогда штата не будет она помогать, я так думаю Как вы думаете? Это бред какой-то Какая слабожанщина, это уже двадцать первый век Ну, двадцать первый век, а почему вы лишаете некоторые исторические территории права иметь свое государство? А зачем это? А зачем это? Вы понимаете? Ну нет, вы понимаете, как сегодня ЛАД идет в мире Сейчас идет глобализация Сейчас не идет разъединение Экономическое, экономическое, я согласен А зачем Чехосноваке? Это реально Почему? Почему создался Европейский союз, для чего? Я понимаю, для чего Для экономической связи, для бестаможенного бизнеса Почему? И для единой валюты Евроатлантический альянс с другими странами Это глобализм, я знаю А почему разделилась Чехословакия, как вы думаете? Почему чехи Разделились Почему, да? Ну, потому что там я был в Чехии и жил И слышал, что мне чехи говорили И работал со словаками в фирме И слышал одних, одних тоже Это два разных, как бы, народа Ну, правильно Да, и что? Это совсем другое Ну, живут два разных В Канаде живут два разных Ну, много народов Да, конечно Да, два разных народа по языку тоже живут Да, Квебек знают Да А вот Чехословая, Югославия разделилась Спускание в мир, наверное, разделилась на шесть государств Ну, вы сами знаете Там есть влияние США и Европы И там есть влияние России Ну, я понял Ну, это все, так сказать Я говорю не в принципе вот тактическому У кого какое влияние А в принципиально Концептуальном смысле Почему вы Словении или даже Словакии даете право на иметь свое государство Которое меньше слабожанщины Как по территории, так и по населению В разы причем А слабожанщины не даете такое право Вы говорите про Югославию И вы понимаете, что там есть Там другие веры Там есть одна вера и есть там другая вера Ну, так тут тоже другие веры У вас В Харькове, во Львове, в Киеве Там одна вера Там нет Ну, во Львове, во-первых, другая вера Там либо католики, либо греко-католики В Киеве, в Харькове пока одна вера Но уже разделяется У вас киевский патриархат В Харькове, в основном, московский патриархат То есть, вот Вы же сами разделили православных А потом говорите, что одна вера Вы понимаете, что такое православные и другая вера Ну, арабские страны Я понимаю, что это искусственное разделение Но, тем не менее, оно есть Блин, это очень небольшое Вера разная Язык тоже, можно сказать, разный Если я вам скажу по-харьковски Вы же не сможете перевести Наверняка Хорошо, как они экономически Можут вытянуть это сами? Экономически? Харьков вообще Харьковский регион, вообще-то регион донор Запросто вытянет А пока А пока Украина паразитировала на его экономическом потенциале Вы помните До 2014 года Все говорили Донецк, Луганск Кормит Украину Мы уголь Все, мы работаем Вы там все отдыхаете Если мы там отстанем Вы там будете пропадать И все А что вышло? Это не Это огромный регион Один и второй Это не все говорили Это говорили донецкие Все говорили По телевизору Со всех щелей Вы задали вопрос Давайте ответить Это не все говорили А говорили именно донецкие Пускай и по центральным каналам Поскольку центральные каналы Были при Януковиче под ними Они Вот Я вам повторяю Донецк и Луганск Не были регионами донорами Поэтому они говорили не вполне правду А Харьков Являя Впрочем, как и Одесса Является Один из Один из пяти регионов доноров Украины Если вы откройте карту регионов доноров Украины Вы убедитесь Раз Харьков Где есть морской порт в Харькове? Общет морской порт Харьков У Харькова другие бенефиты По поводу Скажите мне Наука Вузы Промышленность Вы имеете в виду Дарницу? Какая Дарница? Дарница в Киеве Ну какой там Я забыл какой там есть форматический завод ну много заводов турбоатом есть из высокотехнологичных ну я ж вам это сам я не знаю конкретно какого завода где пенефицера а где они живут в европе живы в европе ну так а почему им им почему им и вы считаете не будет невыгодно дальше продолжать развивать какие-то таможни это другой регион какие проблемы будет возможно то эти те же самые правила такие для украины или те же самые принцип там живут там живут другие национальности там русские намного больше русских чем в киеве и там или вы бы не говорят а и не все да ну да да скажите мне хоть одну процветающую страну где русские зашли сирия но в чем-то русские мы говорим про независимость слабожанщины русские это это национальность они нигде мог не могут зайти заходит государство заходят государство россияне заходят в таком случае они русские ну а что это по вашему открываете перепись населения украины последняя 2001 год и читаете украинцы первое место 77 процентов русские второе место 18 процентов да но не это такая не официальная была онлайн перепись а вот такая официальная перепись была в первом году а как ваш канал называется кстати ну а быть ну нет так нет обычно если флаг висит дочь канал есть но я понял я понял ноте я просто говорю что по поводу донецких вы меня перебивали все время я хочу вам уточнить донецкий и донецк и луганск не были регионными донорами в списке регионов донор украины а харьков есть так и днепр поэтому ситуация абсолютно разная и в случае гипотетическом если они будут независимы от украины либо если украина стали цивилизованной в отношении так сказать допустим федерации там или унитарии но цивилизованной как филляндия со справедливым распределением ресурсов между регионами до этого она только паразитировала на регионах доноров но посмотрим как будет после войны если она если она останется в каких-то границах нравится нравится но у меня и в харькове есть недвижимость так что задавай вопрос отвечу это интересный вопрос а вы сами откуда понятно вот это интересный вопрос каких границах останется украина после окончания конфликта вы как читаете в таких но полагать от этого маразма украину ну всю украину с тем контингентом 2 200 тысяч которые часа российских происходит присутствует нереально какие области по вашему будет освобождены какие нет такие будут освобождены можете перечислить так далее это все это ну то есть кроме кроме донбасса вы считаете что днепропетровска запорожской херсонской и все да но вы не очень-то ориентируйтесь харьковской области да уж нужно перечислять они один они не 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 днепропетровска днепропетровская днепропетровская как раз останется в украине по крайней мере правобережная а город днепр будет разделен на два города город екатеринославль по левый берег российский или пророссийский и год и место днепро по правому берегу рано как а город киев в хорошем раскладе в оптимистическом для россии будет разделен на город киев с левого берега и мысто киев с правого берега и вы забыли если на то пошло новороссий как вы говорите это только три области исторических херсонская николаевская одесская а харьковская это слабожанщина если исторический брать вот так слушаю вникаю слушаю вникаю ну вы я вижу такой раз вникаете заходите на мой канал ну на канале а а области да дурака валяне разговаривать разговаривать он так говорит почему же тогда в утилитарном государстве правильно утилитарное государство правильно Великобритания утилитарное государство Германия утилитарное государство у них есть один в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо слушай Карпов сделай вид что я этого не слышал судьба тебя и так любит но не слушай их в общем то всех и назвали русские потому что это глагол русские это какой чей отвечает Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области а в 1922 году Ливская область где была в Австро-Венгрии опа так это не было еще ну еще уровень интеллекта у Миколы Рушниц на самом деле это Геннадий Хазан по-моему как его фамилия это уровень интеллекта креветки из Азовского моря хорошее за родную Россию как гуси их рассеют тяжело будет и суверен без лишнего шума узнай кто сейчас здесь стримит Зарабян первый секретарь Армении первые секретари обкомов Камчатского Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра ага вот с ним и Зарабянов завтра и совместный стрим это очень опасно Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле они могут переметнуться и нас подставить Харкашовский групп мы сделали украинский уголовный ночной милые пытаясь нет да да В Украине кто кто ну кто 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 что Субтитры создавал DimaTorzok